Советы мамам, что делать, если появилась температура при прорезывании зубов Ольга. Причины появления температуры при прорезывании зубов. Будет замечательно, если вам посесливится узнать о появлении зубика у малышки, случайно наткнувшись на него ложечкой во время кормления. Все мечтают о таком бессимптомном протекании этого процесса. Однако, как говорится, желай лучшего, а готовься к худшему. Вы делаете совершенно правильно, интересуясь информацией о том, что делать, если при прорезывании зубов у грудничка повышается температура. Ведь большинство родителей сталкиваются с целым букетом различных признаков рождения зубика. Но, если появление у младенца обильного слюнотечения и насморка мало беспокоят мам, то повышение температуры их очень пугает. Давайте разберемся, в чем причина появления гипертермического синдрома у ребенка. В принципе, повышенная температура является защитной реакцией организма на интенсивное выделение биологически активных веществ. Поэтому неудивительно, что она появляется, когда в месте прорезывания зубика на десне возникает отек, покраснение и развивается воспаление во рту. Для погашения данных процессов, организм задействует много ресурсов и энергии. К этому также могут добавиться еще и такие аспекты. Все основные системы жизнеобеспечения младенца не сформированы окончательно. И могут давать сбои при появлении любого провоцирующего фактора. Нарушается процесс теплообмена в организме. В результате нарушение сна, снижение аппетита и других симптомов, организм обессиливает. Совокупность данных факторов приводит к ослаблению общего иммунитета. Таким образом, создаются идеальные условия для размножения болезнетворных бактерий. Чтобы это предотвратить и повышается температура тела. Так что сам факт появления гипертермии при прорезывании зубов, это вполне закономерное явление. Если не возникнет никаких осложнений, то пугаться высокой температуры не стоит. Основные показатели теперь подробно разберемся, на какие основные параметры нужно обращать внимание. Числовые значения начнем с вопроса, какая температура может быть при прорезывании зубов. Это зависит от того, насколько сложно протекать данный процесс. Вам ни о чем беспокоиться, если температура тела колеблется в пределах 37,1 градуса 37,7 градусов. Это наиболее благополучный вариант развития событий. Такая температура свидетельствует о том, что прорезывание зубов проходит в нормальном режиме. Обратите внимание на статью, как померить температуру новорожденному. И GT, и GT, и GT, нередко, температура может подняться до 38 градусов, 39 градусов и больше. Такое повышение происходит резко и чаще всего ночью. Очень высокая температура появляется в следующих случаях, при прорезывании коренных зубов, при прорезывании первых зубов. У младенца 4-8 месяцев, при появлении верхних клыков, при появлении нескольких резцов одновременно. Температура может самостоятельно изменяться, то подниматься, то падать. Чтобы знать, в каком порядке появляются зубки у малышей, прочитайте статью прорезывания зубов у детей и GT, и GT, и GT. Важно! Мама должна постоянно контролировать показатели температуры, измеряя ее каждый час. Сроки 2 Второй очень важный вопрос, сколько держится температура при прорезывании зубов. Обычно, в норме, этот период длится от 1 до 3 дней. Иногда температура держится и больше времени. Это бывает вследствие таких причин, местная воспалительная реакция сильно выражена, на десне наблюдается стойкий отек, возможно. С кровоизлиянием, активно прорезываются сразу несколько зубов. Также это может быть связано с развитием вторичных заболеваний, в случае, если иммунитет не выполнил своей защитной функции и бактерии. Распространились на другие органы. В зависимости от места локации инфекции, возможно появление таких болезней, генгивит или стоматит, читайте статью по теме. Стоматит у грудничка IGT, IGT, IGT подмигивающее лицо, ренит, танзелит, фаренгит или аденоидит, бронхит или ларенготрохит, дисбактериоз или энтерит. Для уточнения причины высокой температуры, которая не проходит больше 3-5 дней, это прорезывание зубов или какой-то другой диагноз. Необходимо проконсультироваться с врачом и вести постоянное наблюдение за малышом. Знайте, нужно иметь в виду, что процесс прорезывания зубов у каждого ребенка имеет индивидуальный характер. Не всегда стоит ориентироваться на указанные нормы, больше внимания обращайте на самочувствие и поведение ребенка в этот период. Как нужно действовать и остался самый важный вопрос, как нужно действовать при повышении температуры в процессе прорезывания зубов. На эту тему есть разные рекомендации. Сохраняем спокойствие исходя из того, что повышение температуры является естественной реакцией организма на прорезывание зуба, мы. Говорили об этом в начале статьи, то не нужно сразу же пытаться ее сбивать. Организм должен самостоятельно справляться с подобными проблемами и надо дать ему возможность этому научиться. Если вы, без причины, станете вмешиваться в этот процесс, то иммунитет малыша так и не окрепнет. Поэтому нужно сохранять спокойствие и не пытаться сразу же использовать медикаменты. Это допускается в таких случаях, температура не поднимается выше 38,5 градусов, высокая температура у ребенка при прорезывании зубов. Держится не больше трех дней, малыш ведет себя нормально, интересуется игрушками, не очень много капризничает. Однако некоторые меры для улучшения самочувствия грудничка в этот период вы должны предпринять, обеспечить спокойную и комфортную обстановку, регулярно проветривать комнату для создания в ней благоприятного микроклимата, создать условия для полноценного отдыха и сна, наладить полноценное питание, обеспечить оптимальный питьевой режим, снять с малыша всю одежду, которая стесняет его движение, нарушает теплообмен. Внимание! В период прорезывания зубов не рекомендуется менять питание, вводить новые продукты. В таких условиях ребенок легче перенесет временное недомогание и не доставит вам больших хлопот. Сбиваем температуру нужно знать, что при прорезывании зубов, ситуация может резко меняться и, на фоне относительного благополучия, самочувствие ребенка может заметно ухудшиться. Вам нужно сразу же начать сбивать температуру. В таких случаях, температура выше 38,5 градусов, наблюдается значительное ухудшение. Самочувствие ребенка, он много спит, не интересуется игрушками, долго плачет и не успокаивается, появляются нарушения сердцебиения. Или учащенное дыхание, появляются судороги. Важно, если у малыша раньше были случаи появления судорог, то начинать сбивать температуру нужно раньше, при 38 градусах или появлении судорожной готовности. Чтобы не усугубить состояние малыша, нужно знать, как сбивать температуру у ребенка при прорезывании зубов. Это можно сделать физическими способами, избавить ребенка от ненужной одежды, снизить температуру в помещении до 17-18 градусов. Обтирать лицо влажным тампоном, каждые 2 часа делать влажное обтирание всего тела, завернуть малыша во влажную пеленку. Давать пить много воды, если ребенок старше 6 мс. Если младше, то даете грудь без ограничений. Внимание! Не стоит рассчитывать, что такими способами удастся полностью сбить температуру. Их можно использовать в промежутке между приемом лекарств. В детской педиатрии допускается использование только двух активных лекарственных компонентов – ибупрофена и парацетамола. Для снижения температуры при прорезывании зубов ребенку можно давать – ибуфен, нурофен, эфиралган, панадол. Нужно использовать препараты в виде сиропа или свечей. В зависимости от формы выпуска отличается характер их действия, сироп дает быстрый, но не длительный эффект, свечи же действуют не сразу, но эффект от их применения сохраняется гораздо дольше. Важно! Перед приемом любого препарата, обязательно проконсультируйтесь с врачом и давайте его ребенку строго по инструкции. Запрещается давать лекарства, содержащие аспирин или анальгин, а также другие жаропонижающие, предназначенные для взрослых. Вызываем врача иногда бывает, что усилий родителей недостаточно, чтобы помочь ребенку при высокой температуре во время прорезывания зубов. Тогда вам следует немедленно обратиться к врачу. Это обязательно нужно сделать в таких случаях, температура находится в пределах 39,5-40 градусов, температура не сбивается или быстро поднимается до прежних показателей, высокая температура держится 2 дня, отмечается значительное ухудшение самочувствия. Ребенка. Меняется цвет кожи, бледнеет, приобретает мраморный или пепельный оттенок, младенец стонет, ведет себя пассивно, на В фоне повышенной температуры развиваются и другие симптомы понос, рвота, кашель и так далее, не бойтесь обращаться к врачу. Даже при наличии одного из этих признаков, вызывайте скорую помощь. И напоследок хочу дать самый важный совет. В период прорезывания зубов, для ребенка самым важным являются ваша забота и ласка. Почаще носите своего малыша на руках, качайте, разговаривайте, пойте песенки, развлекайте. Обеспечьте малышу контакт с вашей кожей, прижимайте к себе, прикладывайте к груди, чтобы он ощущал тепло, исходящее от вас. Ваша любовь и нежность, которую вы передадите своему ребенку, придадут силы справиться с болью и дискомфортом, быстрее вернуться в нормальное состояние.